Добрый день всем, что нас поддерживают, всем, кто рядом, в этот тяжелый момент для нас. В принципе, вы как бы можете там пенсии событий, и напряжение на самом деле совершенно никак не смешается, то есть наоборот, все больше на нас реально прессингом. Нам не дают даже возможности специально шпыть нас с фирмой таким образом, за яких мы не можем издействовать в властные записи, где вы знаете, что мы забрали материалы полностью нашего тела. Так же самое вот 25-го числа нас всех развезли по Украине, и чтобы вы понимали, населенским образом, то есть пришли, заломали камеры, ходили на нас на ручни, и забрали камеры, в чем были. При этом нам не дали ни предметов личной гигиены, полностью забрали опять все материалы, все тетради, полностью всю бумагу, ручки, ну, вплоть до того, чтобы когда мы приехали, уже на места назначения раскидали, ну, тяжело было добираться, и на самом деле нашим адвокатам, таким, что реально мы раскиданы по всей Украине, тяжело надействовать наш замест и работать с нами. Доходило до такого повода, что нам просто приходилось снимать с себя с футболки, извините, пожалуйста, хватит для того, чтобы сходить и исправить ранее улучшение, потому что даже туалетные, папиры, зубные щетки были за руку. И вот, Владимир, сегодня мы обращаемся ко всем людям, которые нас поддерживают, которые нам помогают. Вот, вот, мы сегодня должны все объединиться, как одно единое целое. Мы должны сегодня работать в два раза больше, чем мы работали до этого дня. В этом плане я бы хотел обратиться к Лиле Сулеймановой, вот, хотел бы в Виктору, как же не в Гидзе, обратиться к Елене, к Ламагиале, вот, и многим другим, кто поддерживает нас, как у нас в ходе, помогает нашему адвокатам, так, собственно говоря, и в сети. Ребята, пожалуйста, то, что, например, касается Лиле и ее сбора денег на то, чтобы там медикаменты закупать нам, которые мы ждали, продукты питания, это богатая. Вот, Лиля работает, давайте максимально ей помогать в этом вопросе, то есть именно поддерживать и посты, чтобы как можно больше людей на нашем примере знали в силе в Украине, что на самом деле происходит. И как сегодня работает закон в КАО, что на самом деле происходит. Мы, наши страдания, которые мы на сегодняшний день, вот, ягоды и вот эти все капитальные, чтобы они были максимально нечетны, чтобы на нашем примере весь такой Украины мог увидеть это. Все, мы должны максимально это все вычить. Нам максимум сейчас надо работать в социальных сетях, научиться. Мы все знаем, что на сегодняшний день в стране у нас очень непростое время. Мы накануне выборов произведем. И, в свою очередь, это тоже есть одна из причин, по которой нас просто выбили из седла. Все вы знали и были очевидцами того, что мы всегда все называли своими именами и говорили все смело и открыто. Если человек сволочь, мы аргументировали и об этом говорили. Мы не играли по этим правилам, по которым играют на сегодняшний день основная часть чиновников. Это просто лжецы. И это очень много примеров. Вы видите, что ни один коррупционер не сидит в тюрьме. Вы видите, как горят и взрываются склады с дефицитным оружием. Вы все отлично видите, как происходит на ваших глазах разрушение этой прекрасной, богатейшей страны. Мы на сегодняшний день продолжаем платить своим здоровьем, своим терпением за свою смелость и за свои шаги, которые с самого первого дня направлены на то, чтобы Украина была свободной. И тут были люди, которые любят Украину. Они так, как на сегодняшний день не могут решить вопрос с паспортами, что люди, просто-напросто, не доверяя этой стране, берут второе гражданство. Это все не просто так. Просто-напросто люди перестали верить полностью чиновникам, которые на сегодняшний день не чиновники, а просто бандиты, которые разрывают Украину на части. Руслан, кому вы вважаете, зараз заважаете? Чему таки продолжаются знущания? Кому вы вважаете, заважаете? Единственное, кому стоим костью перед городом, это мать. Военный прокурор Матиус еще с времен Иловайска не захотел слушать ту правду, которую я хотел ему донести про Иловайска. Они сейчас нашли альтернативу Иловайска. Там было Кутейникова, Кутейникова мы захватили, поэтому Иловайс был не нужен. Неорганизованные добровольцы, и поэтому получился кайфок. Все совершенно не так. То, что захватили Кутейникова, это одно. Иловайс был точкой не только важной по линии железнодорожной. Он был важен, если мы бы захватили Иловайска, мы бы закрыли полностью кольцо вокруг Донецка. И Донецк бы продержался буквально какие-то недели. Поэтому Иловайска это очень важный аппендицит именно в стратегическом положении. Тобто вы считаете, что Матиус был прикрывал? Все это отлично понимали. То есть, что происходило в Иловайске, все это контролировалось. Все сообщалось в штабах. А генералы откричали все в унисонах. Ничего такого нет, никакого батальона российских десантников нет, никакого окружения нет, ничего нет. До того момента все это было, пока не замкнулось кольцо и не убили просто людей. Что касается Иловайска, это тоже непростой момент. После Иловайска мы сразу пошли в Минские угоды. Вы заметите это сразу. Поэтому нам Иловайс нужен был, как язва, воспаленная на теле Украины, для того, чтобы напугать массу народа и показать, вот видите, враг насколько сильнее, насколько погибло в Мацановске. Для этого нам надо бежать туда, в Минские угоды, потому что опять же альтернативы нет. Также, что касается Иловайска, это был котел, организованный именно для мотивированных добровольцев. Потому что на тот момент вся страна начала понимать, что власть не та, за кого себя выдаешь. И добровольцы постоянно напоминали президенту и власти, что они в любой момент могут развернуться и прийти в Киев со своей правой, с правой гражданина Украины. Поэтому это был еще этот важный момент. И еще один момент важный. Мы все знаем, кто такие добровольцы. Как ни крути, историю не стереть. То есть Коломойский и Днепропетровская область, это единственное место, которое сразу же встали на ноги и образовали сопротивление сепаратистов. Если бы нет Днепропетров, сепаратисты бы захватили намного больше территории. То есть такие люди, как Коломойский, Горбат, они создали добровольческие батальоны, которые практически 7 месяцев держали совершенно замечательно первую линию. И если бы не помешали добровольцам и дали добровольцам технику, дали быкат, дали орудия артиллерийскому, то мы бы с легкостью сами бы захватили бы это триловать. То есть если бы нам не мешали, так у нас была ограничена БК, у нас практически не было техники бронирования. А про какие факты не хотели, чтобы вы рассказали людям? Чему закрывали заседание? Факты, что касается нашего заседания. Чему закрывали? Про какие факты не хотели, чтобы вы сказали людям? Что касается суда, тормата, оно очень явно показывает всю характеристику, которая происходит в этой войне, в центре этой войны и в центре, так сказать, этой страны. То есть все наше дело построено на свидетельстве непосредственно сепаратистов, которые в открытую зале суда говорят о том, что они принимали участие в референдуме, говорят о том, что их дети, их мужья воюют на стороне ДНР и то, что они не испытывают любви к Украине. Эти люди, чистой воды сепаратисты, в зале суда Украины оболонся, они открыто это говорят и не боятся, не боятся власть, не боятся законов украинского, которого они мечтят и хотели уничтожить. Точно так же есть свидетели в нашем деле, это милиционеры, два милиционера, которые внесли в патруле ответственность полностью, это лейтенанты, служащие в Лисичанске. И они были старшими в патруле, а теперь они являются свидетелями, а пацаны, которые были в патруле, как усиление, они сидят на скамье подсудимых. То есть они не имели права не писать рапорта, не принимать решения, но они сидят на скамье подсудимых. А те лейтенанты, которые должны были оформлять задержанных, писать рапорта в городе, они являются свидетелями у нас на суде. И в свою очередь эти два лейтенанта не стесняются говорить о том, что в 2014-2013 году они разгоняли на Майдане Майдан, на стороне Беркута. Они не стесняются это говорить даже в зале суда, когда судят добровольцы. Также эти два лейтенанта не стесняются говорить о том, что после Майдана они вернулись обратно в Лисичанск. Захвачили Лисичанск, Дремовы и Мозговы. И им мы открыто задаем вопрос, и чем вы там занимались? И они открыто отвечают, мы продолжали служить в городе. А какой флаг висел над городелом в Лисичанске? Да, Новороссия. Мы ходили вместе с казаками по Лисичанску, по Северо-Донецку. Так подождите, вы давали присягу в Украине? Да. А потом дали присягу Дремову? Да. А почему они тут были не затриманы и не заарештованы в Оболонском суде? И почему наши офицеры, национальная гвардия, которую мы створили, все другие, которые шифрованные украинские носят, почему они их не затримали за шкирку и не притягнули до ответственности? Они же разрушаются. Это враги. Они стреляют наших людей. Супор непосредственно требовал задержать в зале суда непосредственных родственников, которые являются женами сепаратистов. Сепаратисты их не воюют в ЛНР. А жена быстренько развелась с ним и, имея несколько ЧП, имея свой рынок в Лисичанске, имея свои магазины и кафе, она продолжает зарабатывать на территории Украины и отсылает деньги, финансирует 100% своего мужа, который является непосредственно прямым сепаратистом. И суд говорит, это другое дело, и мы разберемся. А что касается этих гвардейцев, которые носят на плече украинские флаги, я вам скажу, наша беда в том, что люди боятся брать ответственность. Вы поймите, для того, чтобы брать ответственность, надо иметь стержень. Мы сегодня видим все замечательные рекламы. Те, кто воюют от страха, это зло. Те, кто воюют за деньги, это рабы. Те, кто воюют за справедливость, это казаки. Так вот, у нас осталось очень мало казаков. Вы понимаете? Мало казаков, которые не просто носят флаг на плече, они носят флаг в сердце. И которые готовы воевать не за деньги, не со страху, защищая свой собак. Они готовы воевать за справедливость. И когда они их слышат, в зале суда, в Абалонском суде, где происходит преступление, и они стоят и молчат. Вот наша беда. Мы хотим построить Украину. С такими людьми мы не построим Украину. Мы можем построить Украину только с казаками, которые слышат все это и слышат, что совершается преступление. Он просто снимет форму и скажет, я не буду принимать в это участие. Как сказал это Пилат. Он достал чашу с водой и обмыл руки и сказал, я омываю руки. Иисус невинен. Но для этого нужен характер. Для этого нужно быть казаком. Нет у нас здесь. Они есть в Украине. Но здесь, здесь в Абалонском суде не было их. И поэтому сепаратисты свободно давали показания на добровольцев. И смеялись нам в глаза. Они сначала воевали против Украины. А потом они еще именем Украины осудили тех, которые жизнями своими рисковали ради этого закона. Также еще добавлю одно, что в уголовном деле вы можете найти замечательный ответ на наш вопрос. Где в городе Лисичанске против одной нашей потерпевшей закрытого уголовного отдела по 260-й статье за участие в незаконных банкформированиях. Основание для закрытия уголовного отдела послужило то, что оно дало показания против командиров Торнадо. Поэтому, ну, это невозможно показать по телевизору. Поэтому большая часть населения нашей страны просто не поймет. Точно так я вам хочу сказать еще про чумака. Где Ольга Луйкова сняла фильм, как пережить Торнадо. И этот чумак рассказывает, как его украли. Торнадоццы из дома привезли в подвал и тому подобное. Да, человек обыватель, со своего мягкого дивана, видя такой сюжет, он подумает, какие торнадоццы страшные. Но ведь это неправда. В зале суда этот же чумак рассказал, что его задержали дома в Красноармейске. Сотрудники Красноармейского УВД за то, что он распространял каннабис и продавал гранаты, украденные в батальоне «Шахтер». И дезертировал за то, что был пойман при воровстве оружия, которое, когда мы вышли с Силовайска, очень много на руках осталось оружия, и мы не успевали его в Днепропетровской области поставить на учет. И такие, как этот чумак, они просто торговали этими гранатами. Где эти гранаты взорвутся? Скажите, уверены ли вы, что эти гранаты окажутся в руках патриота? Я лично не уверен. И я считаю, он преступник. И он был задержан сотрудниками Красноармейска, посаджен на скамью подсудимых. Но! Случилось чудо! Нашлись военные прокуроры, которые сказали, дашь показания против торнадоса, все, ты свободен. Человек пошел на сделку, потому что у человека нет ни чести, ни совести, он ничем не дорожит. И он рассказывает, небылицы теперь в зале суда. И он не сидит на скамье подсудимых. И срок ему не грозит. А грозит срок вот пацанам, которые с оружием защищали этот закон, защищали этот флаг, защищали эту землю. Вот что происходит. А сегодня за нашу справедливость, за нашу правоту и прямоту мы страдаем. У меня лично в камере проводят обыск без меня. Меня нет в камере, обыск проводят. Мне не дают возможности выжить. Совершенно не дают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!